Всем привет! С вами Сады Беларуси. Сегодня хочу ответить на самый топовый вопрос, который посвящен обрезке сада. Замазываете ли вы садовым варом после обрезки сада места срезов? Обычно всегда, очень часто спрашивают, когда приглашают на обрезки сада. На что я отвечаю нет и вам не советую. Так вот, почему я не использую садовый вар, почему нет его в моей аптечке? Поехали! Высказываю свою точку зрения. Значит, во-первых, если у вас, вы обрезаете молодой сад и у вас небольшие места срезов, там, до сантиметра, до трех сантиметров, то есть это одна копейка, три копейки, вы делаете это хорошо, хорошим инструментом, который хорошо наточен, то, в принципе, он хорошо затянется и без всяких заделок, закрасок. Дальше, что касается, если у вас крупные спилы, ну, во-первых, в тот же день мы работаем с вами с живой древесиной, соответственно, она будет сырая, а как вы понимаете, никто еще, когда ложит, ну, скажем, для примера, доску, пол, когда делает доску, то никто сырую доску не красит. Ее надо подождать, пока она подсохнет. Так и здесь, срезу надо дать пару-тройку дней ветриться, чтобы место среза подсохло и тогда, возможно, его заделать, сокрасить. Ну, как я сказал, я против садового вара, и вот почему. Потому что, говорит, ну, у нас же в старину, там, мои родители или мой дед, он всегда после обрезки сада использовал садовый вар. Да, в старые, добрые времена у нас очень много было вещей на натуральной основе. Тот же садовый вар был изготовлен из пчелиного воска, из древесной смолы, живицы, то есть там были натуральные ингредиенты. И плюс, его растапливали, наносили очень-очень тоненьким слоем, ну, пару миллиметров. А что сейчас приходится видеть в садах? Во-первых, то, что продают в наших садовых центрах, садовых магазинах под названием садовый вар, это отходы нефтяной промышленности, которые один вид их вызывает, так сказать, желает лучшего, когда смотришь. Это отходы, ну, последних там соединений. Это раз. Во-вторых, люди наносят очень толстым слоем, иногда, ну, как на двойной бутерброд, скажем так, по несколько сантиметров, не понимая, для чего. Это надо чем больше, типа, думают, тем лучше. И уже третий вариант про то, что это надо растопить, чтобы аккуратненько нанести, об этом все забывают. А что будет, если этот садовый вар нанести сразу, вот, как говорят, обрезали и сразу нанести? Там будет собираться, то есть, будет выделяться тот немножко сок, влажность, будет препятствовать этот садовый вар на нефтепродуктах. Не подсохнет он, не будет дышать, там будет собираться плесень, там потом такая слизь, очень, поверьте мне, очень неприятное зрелище. Поэтому, если альтернативы садовому вару и какой алгоритм я предлагаю, значит, ну, скажу так, если выбирать между замазать современным садовым варом и вообще ничем, и вы делали острым инструментом, повторюсь, то лучше вообще не использовать никакого садового вара и с вашими срезами качественным будет все хорошо. Это первое. Второе. Если вы хотите все-таки заделать, закрасить, то надо дать пару-тройку дней обветриться, и затем я все-таки сторонник краски. Садовой краски, которую вы красите сад, или масляной краски, если у вас осталось после ремонта дома, можно заделать вот эти места среза. Какие еще есть альтернативы садовому вару? Ну, из современных реалий, это могу сказать позитивные слова, опираясь на мнение своих товарищей садовников, это замаз кора нет. В принципе, они хорошо себя показывают. Ну, а также, у кого есть немножко больше денежков, это можно еще посоветовать. Лак-бальзам называется, ну, еще искусственная кора. Но, как повторюсь, он стоит денег. Поэтому, если денежка есть, можно приобрести, штука хорошая. Хотите заделать, значит, садовая замазка, кора нет. Самый бюджетный вариант, повторюсь, это дать пару дней, чтобы срезы подсохли. Если у вас был мороз, то вам сделать дезинфекцию морозик. А если вот сейчас в плюсовые температуры, даете пару дней, чтобы ранка у вас засохла, и можете замазать садовой краской. Если вы не достаете, опять же, эту же кисточку можно привязать к палке и аккуратно эти места заделать садовой краской. Это будет оптимальный вариант и никаких негативных последствий для ваших растений не будет. Поэтому, лично мое мнение, современный садовый вар, который продают в промышленности, я исключаю из садовой аптечки сады Беларуси. Спасибо за внимание. Надеюсь, информация, мое мнение было кому-то интересна. Спасибо за внимание. Здоровья вам, вашим растениям, ваши сады Беларуси. Пока.